Софья Катьева появилась со свет 7 июля 2007 года в Москве. Любовь к фигурному катанию пришла к Акатьеву еще в ранние годы, когда она впервые увидела Олимпийские игры. После этого Софья уговорила маму купить и коньки, и отвезти на каток. Когда она впервые оказалась на льду, то совсем не испугалась, несмотря на юный возраст и отсутствие опыта. Девочка быстро освоила скольжение и настояла на необходимости регулярных тренировок, которые позже пришлось совмещать с учебой в школе. Первыми тренером и маленькой спортсменки стали Ольга Булычева и Юлия Косинская, под руководством которых она занималась в Льдовом дворце «Хрустальный». В 2007 году она перешла в группу Этери Тутберидзе. Следующий год стал для юного спитанницы Тутберидзе звездным, ведь она отметилась победами на первенстве Москвы и России среди фигуристок младшего возраста, где в числе конкуренток были не менее перспективные спортсменки Софья Самоделкина и Елизавета Берестовская. На этом популярность Акатьевой не угасала, и уже в 2019 году на старнице поделилось видео, где она исполняет невероятно сложный каскад из тройного акселя и тройного тулупа, который среди взрослых фигуристок до этого покорился только японке и Рике Кихире. Вскоре последовали уверенные победы на открытом первенстве Москвы и этапах Кубка России. На мемориале Сергея Волкова девочка вновь продемонстрировала высокий уровень катания, но уступила Самоделкиной, после чего в сети начали распространяться слухи и теории о том, что спортсменку засудили и незаслуженно сняли баллы. Это лишь добавило популярности фигуристки, которые на Кубок Москвы приехали поддержать поклонники с дальних уголков России. На этом соревновании Акатьева не разочаровала публику и завоевала уверенную победу. В 2020 году Акатьева появилась на первенстве Москвы. Во время выступления она попыталась выполнить четверной тулуп и тройной аксель, но допустила ошибку. Несмотря на это, эксперты похвалили ее за старания. Судьи соревнования также высоко оценили мастерство юной фигуристки, которая уверенно обошла соперницей и заняла первое место. Сейчас Соня продолжает упорно тренироваться, радуя поклонников новыми достижениями. Она ведет страницу в Инстаграме, где публикуют фото и сообщает о новостях.